О том, что в учебном заведении началась неделя экологии и энергосбережения, студенты хорошо знали. О проведении мероприятия говорила наглядная информация, экологическая выставка «Видение 2050», а также презентация книг на актуальную тему «Защиту окружающей среды». Помимо этого, в колледже работал довольно необычный уголок, где студентам предлагалось обвинять использованные батарейки и ослужившие электрические лампочки, замена жетоны. Про этими математических площадок не представлялось возможным. Экология – это сравнительно молодая наука, и в переводе с греческого она означает «наука о доме». И наша задача, задача и преподавателей, и учащихся колледжа – сделать наш дом счастливым, сделать нашу планету Земля экологически чистой. Для ребят будут проводиться игры, конкурсы. В рамках недели экологии и энергосбережения студентам была предложена интеллектуальная игра, которая помогла определить, насколько хорошо юноши и девушки владеют основами биологии. Одной из составляющих развлекательного мероприятия стали задания на смекалку. Как называются листья сосны, какое растение является символом России, а также самое высокое дерево в мире. На эти и другие вопросы студенты искали ответы в кругу своих товарищей. Результаты игры для трех команд студентов оказались весьма неплохими. Вопросы бережного отношения к энергоресурсам обсудили коллективно. Польза нашего мероприятия стоит в том, чтобы научить молодежь экономить энергию, грамотно ею распоряжаться. Мы должны следить за тем, что происходит в нашей окружающей среде. Мы должны защищать нашу природу, потому что природа – это отражение нас, самого нашего человечества. Мы должны помогать. Обращение внимания молодежи на глобальные проблемы и необходимости. Ведь именно от того, насколько серьезно сегодняшние юноши и девушки подойдут к вопросу сохранения экологии, зависит будущее планеты, а значит и будущее новых поколений.